Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. В одной из провинций Нидерландов, Голландии, на улицах города выпал снег. И прохожие решили поиграть с полицейскими в снежки. Это в нормальных цивилизованных странах считается нормальным занятием. А в столице Беларуси, городе Минске, Следственный комитет возбудил против 16-летнего подростка «Уголовное дело». Часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса о грубом нарушении порядка. Милиционеры обвиняют этого подростка в том, что он якобы кидал камни в полицейскую машину. Между тем нашлось не менее 10 свидетелей, которые утверждают, что молодой человек бросал в машину милиции не камни, а снежки. Вот, друзья, такая разница. Посмотрите, как граждане играют снежки в Голландии и как играют в Беларуси. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, обратите внимание, что милиционеры готовы раздавить людей, стоящих на тротуаре, только лишь бы поймать вот этого молодого человека, который бросил в их машину снежок. То есть налицо явная несоразмерность факта преступления, нарушения, я не знаю, и того, как они преследуют этого молодого человека. Друзья, а что происходит в России? В России 5 февраля Красносельский районный суд города Санкт-Петербург обвинил инвалида третьей группы в том, что он нарушал установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Суд оштрафовал глухонемого гражданина инвалида третьей группы на 5000 рублей. Полицейские, которые задержали этого человека, обвинили его в том, что он скандировал лозунги на улице. Между тем, инвалид говорит о том, что он просто проходил 31 января около места, где прогуливались за Навального. Вот, друзья, вот такие события происходят в Белоруссии и России. Знаете, я вот сейчас тоже подумал, такая интересная мысль промелькнула. Мы, россияне, можем говорить практически все, что угодно про картофельного папу Белоруссии, а белорусы могут говорить все, что угодно про нашего пафосного лысого. Друзья, может быть, надо воспользоваться этой лазейкой в законодательстве этих стран, пока ее не прикрыли. Вот такие, друзья, невеселые новости. Ну и напоследок вспомнил, конечно, анекдот в тему. Глухонемой Чукча пошел на охоту. Пошел на охоту и разыгралась буря. Он заблудился, вышел на какую-то полянку и начинает знаками показывать. Помогите, помогите, я заблудился. Вдруг откуда ни возьмись, выходит второй. Глухонемой Чукча и знаками показывает первому Чукчу. Чего ты раскричался? Всю дичь распугаешь. Вот, друзья, и смех, и грех, что называется, не страна, извините, дурдом. Как говорится, небо в полосочку, вернее, небо в клеточку, друзья, в полосочку. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео или дизлайки, если не понравилось. До свидания, с вами был Олег Бурылов, ваш голос правды.